В путешествии в мир текстильных кукол от Рауски мастер Жаня Есеркенгаса плетет разнообразные игрушки. В нашем регионе мало людей, занимающихся таким видом искусства. Каких принципов следует придерживаться при разработке качественных, модных, годами хранящихся произведений творчества? С мастерицей пообщалась наша съемочная группа. В деревне у нас негде спрятаться, нет секрета в деревне у нас. Это Жаня Есеркенгаса, которая работает с крючком и нитками. В свободное время она плетет игрушки. Прошло всего лишь три года, как она освоила этот вид искусства. Мастерица в своих произведениях использует холофайбер. Это вещество способствует тому, чтобы куклы были качественными. Когда я вяжу, я вот пою иногда, я разговариваю со своими игрушками. И поэтому мой заряд позитива, он вложен в нее, в каждой вот этой петельке есть моя душа. И поэтому эта игрушка только принести может хорошее, только позитивное и только добро. И еще что надо хорошо, чем хорошо для ребенка, тем, что все у нее здесь пришивное. Здесь ничего нельзя оторвать, ничего нельзя порвать, все пришито накрепко. И то, что она очень развивает мелкую моторику ребенка, тем, что за ней ребенок ухаживает. Он ее раздевает. Вот платьице снял, это снял, поговорил, шапочку, разговаривает с ней, укладывает спать ее. И все это ведет к тому, что со временем ребенок научится уважать, любить младших, ценить их, ухаживать. Если на кукле есть волосы, расчесывай эти волосы на кукле и делай ей прическу, она начнет сама себе тоже точно так же расчесывать, сидеть за собой. Жаня Аисер Кехлза начала заниматься этим видом искусства в возрасте 50 лет. Главное, чтобы было желание, говорит она. Это ручная работа. Ручная работа нестандартная работа, ее нельзя повторить машинально такую же. Даже если я свяжу этой же ниткой, этой же спицей, у меня получится совершенно другая. Эта же схема, пускай, будет, но другая будет. Не будет такая же. Они не могут быть одинаковыми, потому что это не производство, это не штамп. Каждая игрушка, она индивидуальна, потому что она связана руками. Это ручная работа. Для изготовления кукол необходимо, чтобы у человека было спокойное, ровное настроение, говорит мастер рукоделия. Больше половины предметов домашнего обихода Жаня Аисер Кенгазы – это вязаные вещи. К примеру, это посуда и ложки из бумаги придают особый красивый вид кухни. А вот эти разные декоративные кувшины тоже придают уют любому дому.